нам понадобится 220 миллилитров слегка теплой воды. в воду высыпаю 1 чайную ложку соли без горки, 1 столовую ложку сахара также без горки, а также 2 чайных ложки сухих дрожжей и все перемешаем, чтобы сухие продукты растворились в воде. дальше мы сюда добавим муку 400 граммов. муку обязательно просеем через сито. так хлеб получится пышнее. чтобы хлеб был вкуснее и полезнее, я добавлю в тесто 2 столовых ложки семян подсолнечника. по вашему желанию можно добавить другие семена, например, кунжут, тмин или кориандр. или, например, можно добавить сухие травы, орешки. все по вашему желанию. это же ваш хлеб. когда продукты схватились, я перехожу к тому, чтобы замешивать тесто руками. напишите пожалуйста, откуда вы смотрите мой рецепт. мне это очень интересно. из какой вы страны? из какого вы города? чтобы хлеб у нас получился пышным и пористым, тесто нужно хорошо вымесить. работать с ним легко и приятно. оно у нас получается такое вот мягкое, эластичное и при этом не пристает к рукам. после того, как мы замесили это замечательное тесто, сформируем из него такой шарик или колобок. сверху немного польем его растительным маслом, смажем со всех сторон, накроем миску с тестом полотенцем и поставим в теплое место. через час тесто хорошо подошло. и я его обомну руками. на этот раз не нужно долго его замешивать, достаточно просто хорошо обмять. дальше я беру сковороду, в которой буду выпекать хлеб. эта сковорода имеет диаметр 26 сантиметров и толстое дно. если вы не уверены в толщине дна вашей сковороды, простелите его пергаментной бумагой для выпечки для надежности. на сковородку капнем немного масла и хорошенько все ее смажем. из теста опять формирую такой комочек круглый колобочек и выкладываю в сковороду. дальше разровняем руками тесто по поверхности. вот так, чтобы оно лежало равномерно. опять накрываем поверхность полотенцем и оставляем тесто подыматься. через 30 минут тесто снова хорошо поднялось. правда время подъема теста может отличаться в зависимости от температуры в помещении. если вы, как и я, будете готовить на газовой плите, рекомендую воспользоваться рассекателем. огонь включаем минимальный. сковороду отправляем на плиту и накрываем крышкой. через полчаса хлеб так поднялся, что даже уперся в крышку. поэтому крышка должна быть высокой. видно, что хлеб отходит от стенок сковороды, а сверху стал матовым. пора его перевернуть. наш ароматный красивый хлебушек снова накрываю крышкой. еще 25 минут и наш хлебушек готов. хлебушек у нас с такой вот аппетитной хрустящей корочкой и в то же время пружинистый и мягкий. рецепт, как видите, очень простой, но хлеб всегда получается удачный. готовьте его с удовольствием и не забудьте подписаться на канал. нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. спасибо за ваши комментарии и за то, что ставите лайки под видео. я желаю вам вкусного душистого хлеба, здоровья, радости, удачи. мы с вами увидимся, как всегда, в следующем вкусном видео.